Вы ведёте семинар, что уже хочется быстренько свою часть рассказать и убежать. Значит, так как у меня доклад называется «Итоги года работы референс-центра», на самом деле референс-центр активно начал наработать с лета, а менее активно мы начинали свою работу в начале года 2020-го. Но всё равно к концу года мы пришли с потрясающими результатами, выполнено 3442 теста молекулярно-генетических, в патоморфологических выполнено 449 пересмотров гистологических материалов, и на них выполнено 1238 моногистохимических исследований. Также по телемедицине нам прислали по лучевым методам диагностики 332 снимка КТ, МРТ, маммографии, рентгена, ПЭТ-КТ, изотопных методов исследования и 52 пациента с гистослайдами. Это что касается вообще Российской Федерации. Мы работаем не со всеми регионами ещё Российской Федерации по референс-центру, но более 62 медицинских организаций уже с нами. Если взять отдельно Северо-Западный федеральный округ, то картина такая, как вы видите на экране. К сожалению, Ленинградская область и Ненецкий автономный округ ещё пока не присылают нам на пересмотр и на молекулярную генетику исследования, на патоморфологический пересмотр. Поэтому впереди всех у нас Архангельская область по количеству выполненных тестов. По количеству пересмотров визуализации это Вологодская область. И по количеству, если так можно выразиться, телемедицинских исследований и исследований физических материалов это тоже Архангельская область. Доставка биологических материалов как в прошлом году, так и в этом году осуществляется с помощью курьера. У нас заключён договор. Организация, не организация, не пациент не влияют на эти накладные расходы. Для них это абсолютно бесплатно. Необходимо вызвать курьера, написав на почту информацию о номиновании организации данного контактного лица, адрес учреждения и желаемая дата прихода курьера за материалами. Соответственно, в посылочку необходимо будет вложить ксерокопии паспорта полиса с НИЛСа. Если речь идёт о ребёнке, то свидетельство о рождении для ребёнка. В любом случае необходимо будет приложить копию паспорта мамы, чтобы была указана прописка. Со всей этой информацией, о которой я сейчас говорю, можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Специалисты». Там же расположена информация по телемедицинским консультациям, которые мы проводим. Самое главное, в посылку необходимо вложить направление по форме 057У. Да, вышло новое постановление правительства 1363, в котором говорится, что направление на госпитализацию может быть любым и не обязательно по форме 057У. Но все, так сказать, реперные точки остались все те же. Необходимо указать наименование учреждения, откуда поступило направление, наименование учреждения, в которое вы выписываете направление, фамилия, имя, отчество пациента, его полную дату рождения, его прописку, его место работы. Обязательно нужно указать код диагноза ИПА, МКБ и стадию заболевания, указать причину данного направления. И также должно стоять три печати учреждения. Печать, кто выдает это направление, печать для документов, печать врача, который выписывает данное направление. Так что проще пока использовать, наверное, направление по форме 057У, потому что это все-таки амбулаторная часть, а новое постановление гласит о стационарной части лечения. Вот, собственно, все. Спасибо за внимание.